как можно перелить газ вот из таких вот туристических баллонов их называют тихлофосные вот в такие вот резьбовые такая вот система получается теперь остается засечь время и открыть на максимум кран ну-ка ну вот здесь вот здесь самые большие потери это вот когда с байонета отключение идет вот такая вот горелочка дико не но если камнями обложить нормально всем привет добро пожаловать на канале рубикон а в этом видео я поделюсь с вами зрителей возможно кому-то даже уже известным способом как можно перелить газ вот из таких вот туристических баллонов их называют тихлофосные вот в такие вот в резьбовые дело в том что вот этот вот тихлофосный он в три раза дешевле чем вот этот вот резьбовой то есть есть смысл вот эти вот не покупать постоянно просто переливать отсюда и все в общем в этом видео я продемонстрирую принцип работы вот этих переходничков которые используются как раз вот для вот этой манипуляции по засекаю время сколько за сколько там перелив идет я взял весы с собой чтобы замерять количество газа который будет переливаться все это дело сейчас буду вам демонстрировать но прежде чем все это начнется подписывайтесь на канал кто еще не подписан и жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски поехали мой стол раскладной тканевый к сожалению не подходил для взвешивания потому что весы обязательно должны стоять ножками на твердой поверхности в общем такую поверхность я нашел теперь все работает в качестве проверки кидаю на весы горелку титановую она должна весить 47 грамм 48 грамм ну нормально не страшно 100 граммовый резьбовой баллон вообще не пользованный ровно 200 грамм вот так а вот в этот вот 200 я как раз и планирую переливать газ из дихлофосного потому что он он такой там наполовину пустой уже и в нем 192 193 грамма веса собственно а этот вообще полный то есть этот нулячий 321 то есть вот вот этот полный он примерно равен вот этому полному хотя этот по моему 330 что ли должен весить в общем сейчас я попробую перелить сколько поместится вот в этот и посмотрим а теперь пару слов про то чем все это дело вообще осуществляется то есть для переливки используется точнее не используется существует вообще три переходничка вот этих вот самый простейший это с дихлофосного на резьбовой можно перелить без всякой резьбы просто надавил и держишь но это не очень удобно потому что газ переливается там не одну секунду несколько минут даже то есть он у меня как бы есть вот этот вот латунный мини такой переходничок но я его не буду использовать потому что с ним и потери газа большие там вот во время нажатия все это дело происходит и держать его то есть неудобная вещь раз два три тем не менее она есть она имеет место как бы имеет возможность существовать то есть все нормально следующий очень важный момент это вот как раз таки переходник на вот этот bayonet abskii на дихлофосный баллон слово bayonet это называется вот это вот принцип защелкивания bayonet то есть этот резьбовое этот bayonet просто его называют дихлофосным так вот вот этот переходник он как раз обеспечивает переход с дихлофосного на резьбовой то есть если у вас есть горелко с гибким шлангом но то есть вообще со шлангом вы можете подключать ее к дихлофосному посредством вот этого переходничка либо у вас баллон будет с горелкой с накручивающейся но уже вот так вот то есть он площадь у него мелкая и он стоит ненадежно если вы его камнями конечно обложите можете и обычную накручивающуюся горелку использовать но обычно используют либо со шлангом либо вообще переливают в общем вот этот вот переходник очень важен и следующий переходник он вообще прям зачетный то есть это с резьбы на резьбу это можно с 450 граммового с резьбового переливать в 100 граммовый то есть большой вот в маленький перелить там только там самое главное не переборщить но я буду использовать вообще то есть сначала вот этот а потом на него еще вот этот потому что здесь кранчик здесь вообще все удобно отличная вообще штука так что сейчас приступаю я первую минутку засеку вообще прикину сколько по времени идет перелив газа я думаю эта информация будет для многих полезна и так это одеваем хлоп так далее далее идет накрутка так собственно тут все готово такая вот система получается теперь остается засечь время и открыть на максимум кран ну-ка момент где тут у нас калькуляторы так а у меня чё в телефоне нет даже секундомера что ли очень интересно обалдеть вот это я понимаю телефон даже секундомера нет ладно сейчас я тогда выжду когда минута сменится и быстро открою кран да да вот такая вот импровизация все минута пошла газ открыл вот он шумит если прислушаться его слышно как он шипит ровно минута и посмотрим сколько за минуту перельется вот этого газа сейчас прям в 32 выключу да вот это меня поразило вообще телефон в телефоне нет секундомера вот это да все минута прошла я закрыл кранчик сейчас посмотрим сколько там перелилось на резьбе вообще почти никаких потерь газа нет так включить у резьбового был вес 192 грамма там прям по-моему прибавилось стало 252 то есть сколько там получается прибавилось за 60 секунд 252 стала это получается 52 плюс 8 60 грамм за минуту то есть это грамм в секунду перелив идет на такой системе один грамм в секунду вот кому интересно имейте ввиду но это еще при условии что вот этот был полностью как бы с газом то есть там соответственно давление большое если бы там было меньше я думаю он бы и переливался медленнее но это предположение то есть а ну-ка сейчас посмотрим каковы были каковы стали вернее потери газа оп ну то есть вот эти вот потери они по-любому есть так то есть здесь было триста восемнадцать а стало двести пятьдесят семь двести пятьдесят семь это получается сорок три сорок три пятьдесят три шестьдесят один вообще то есть ушел 61 а ну то есть получается один грамм газа я потерял вот этими вот закручиваниями один грамм потерян газа но это конечно еще при условии что весы прям точно точно там до грамма дают в общем пока я переливал 60 грамм газа за минуту в момент вот этих вот перещёлкивание я еще грамм потерял да то есть вот такая вот тут математика здесь двести пятьдесят показывает если по-хорошему перелить еще 60 это получится уже 310 ну можно наверное можно еще попробовать перелить также минуту открыть и посмотреть сколько за минуту перельется да сейчас я собственно этим и займусь сейчас я ладно я тоже снимать не буду сейчас просто на минуту также включу посмотрим такой же объем перельется или нет да чё собственно камеру выключать я думаю такие вещи могут быть интересны вот когда вставка идет то есть вообще никакой потери газа нет то есть все четко а вот когда уже отсоединение там уже да там уже есть так здесь вот тоже надо порезче в момент когда идет нажатие хотя нет здесь тоже никакого пшика даже нет и так еще минута еще разок сейчас засеку то есть на это получается уже больше не надо однозначно если он 330 весит с газом то там получается какие-то 20 грамм лучше больше не наливать тем более сейчас на улице прохладно если я домой занесу дом уже теплее будет так что лучше лишнего не переливать на холоде на холоде вообще лучше газ не переливать то есть вот так вот с этого лучше начинать на холоде потому что вы газ перельете там будет давление определенное а вы в тепло занесете оно увеличится вообще рвануть может так что эта штука вообще опасная лучше сейчас вообще на 30 секунд даже попробовать а 30 секунд я не смогу у меня часы не покажут ай как же быть как же быть ну ладно я сейчас перелью минуту а там уже горелку включу немного сажгу газа если что перелив тогда идет тоже сейчас минута 60 секунд сейчас жду ровно чтобы минута сменилась потому что я говорю в часах нет секундомера я вообще в шоке дичь какая-то ну так вообще интересно и кстати вот этот вот который без закручиваний просто нажали и давите с ним вообще там колоссальные потери газа то есть это так вот на всякий случай иметь такую вещь они вообще самодельные бывают так что ее рассматривать в качестве экономии не вариант то есть все пошла минута сейчас еще газа и посмотрим мне уже прям страшно как рванет у меня прям тут между ног хе-хе да в общем вот такие вот пироги вот такая вот тут занимательная математика перелив газа но эта штука экономит экономит реально средства потому что вот эти 100 граммовые баллоны они стоят в три раза дороже так что имейте ввиду если кто-то в походы ходит пользуется газом вот так вот использовать вот такую вот систему из двух переходников очень полезно так все минута прошла я закрываю так и сейчас интересно посмотреть сколько сейчас перелилось газа здесь тоже почти никаких потерь нету при откручивании так проверка весов на всякий случай тут 47 должно быть да все нормально и так здесь было 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 252 стало 286 то есть переливает становится медленнее потому что там давление падает 286 то есть это перелилось всего 34 грамма уже за минуту то есть почти в два раза медленнее стал переливать да так а еще одна проверка ну-ка ну вот здесь вот здесь самые большие потери это вот когда с байонета отключение идет здесь прям вообще караул так было 257 стало 200 сколько там 23 что ли 223 так это что получается 34 а здесь а ну и здесь ровно 34 то есть здесь получается вообще газ по сути не потерялся да интересно ну вот такие вот цифры получаются то есть первая минута она идет каждую секунду грамм а потом уже по полграмма в секунду переливает потому что вот в этом вот давление падает а сейчас здесь еще медленнее будет переливаться так что вот так вот тут все устроено ну интересно да очень интересно так я думаю больше 286 я наверно больше не буду переливать остановлюсь то есть я по сути перелил больше 100 грамм а чуть меньше точнее 100 грамм да чуть меньше 100 грамм перелил и сейчас на улицу 10 градусов наверно плюса не буду рисковать потому что домой занесу его и не знаю что произойдет а в плане вообще горения газ и газ ну огня конечно не видно но я чувствую жар идет то есть пламя хорошее хорошее все отлично работает да замечательный способ так что имейте ввиду вот этот вот переходник с резьбовым то есть дихлофосный на резьбовой и резьбовой на резьбовой вот они прям в связке идут это прям вообще отличный такой тандем так что я вам все ссылочки оставлю на эти переходники даже вот на этот вот мелкий кому интересно смотрите там они стоили я не помню там ну не помню в общем не буду говорить там еще и цены постоянно меняются в общем посмотрите по ссылкам в описании и хоть кстати потери газа минимальные все это дело может от случая к случаю идти иногда что-то где-то там вот не сразу щелкнется и газ будет прям ну выброс газа будет слишком большой поэтому имейте ввиду либо если вы это делаете дома то это надо как минимум там все открыть и где-нибудь там в ванной может в общем лучше это дома вообще не делать лучше это на свежем воздухе переливать газ так что имейте ввиду и конечно это все это дело идет параллельно с техникой безопасности то есть если вы там льете газ то это не нужно делать около костра либо если это вы вообще дома делаете то соответственно тоже то есть нужно все это понимать то есть это все опасно Так что, если вы за это беретесь, будьте готовы к тому, что произойти может что угодно Так что вот такой вот способ, все работает, все отлично, все удобно Два переходничка, прям с дихлофоса на резьбу, и с резьбы на резьбу И вообще тут кранчик даже есть, вообще все легко Потери газа минимальные, спокойно можно вот из этих вот переливать 100-граммовые, так что все классно, все работает Кому понравилось, ставьте лайк, комментарий, в общем, как обычно, вы знаете Ну а на этом я побежал, благодарю всех за просмотр, и до новых встреч С вами был Андрей, не болейте, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok